ЧВК Вагнер убывает в новые места дислокации. После неудавшегося путча переговоров с Путиным и освобождения Ростова, Пригожина и его музыкантов Кремль скоропостижно сослал Беларусь. Подальше от глаз простых россиян, которые искренне поддержали военный переворот в стране. Под боком у батьки вагнеровцы должны были не то перегруппироваться и отправиться в Африку, не то тренировать белорусские войска в условиях, максимально приближенных боевым. В итоге пригожинские зэки сосредоточились на провокациях на белорусско-польской границе. Все вот эти пропагандистские заявления про Сувалдский коридор, поход на Жайшов, это все не более чем пропаганда. Это все не более чем пропаганда, но риски есть. Диверсионно-террористическая деятельность вдоль границы с Польшей риски есть, если они действительно, ЧВК Вагнер, могут проникать на территорию Польши под видом, ну, вместе с теми же самыми нелегальными мигрантами. Именно сосредоточение нелегальных мигрантов и координация их действий в нескольких километрах от польской границы – новая задача, стоящая перед путинским поваром. Россия хочет просто продолжать карту, которую она разыгрывает с 2021 года, карта нестабильности, вызванная присутствием нелегальных мигрантов на территории белорусско-польской границы. Речь идет о так называемой операции «Прибой», подготовка к которой должна завершиться уже к первому сентября. Ее подробностей никто не рассказывает, но исходя лишь из одного названия, можно предположить, что речь идет о зеркальном повторении массовых депортаций населения Балтийских государств в марте 1949 года. Тогда около 90 тысяч эстонцев, латышей и литовцев были депортированы в отдаленные части Советского Союза. На этот раз Кремль рукой пригожинских наемников, наоборот, хочет наводнить Польшу и страны Балтии мигрантами из Сирии, которые уже не первый месяц скитаются вдоль белорусской границы в попытках попасть в Евросоюз. Все-таки начались провокации, штурмы, мигрантские штурмы границы. Вагнеровцы их подпирают сзади, дают им возможность, то есть обеспечивают их инструментами, едой, но при этом их не выпускают ни вправо, ни влево и назад, не дают отходить. То есть они их подпирают к этому забору, и вот эти мигранты пытаются этот забор как-то поломать, перепилить, прорезать дырки. Почему из всех возможных направлений вагнеровцы гонят мигрантов и стягиваются сами к границе именно с Польшей, понять просто. Таким образом Кремль хочет надавить на официальную Варшаву в преддверии выборов и, как умеет, пытается дестабилизировать ситуацию в стране. Все понимают, что в Польше выборы, да, они скорее всего состоятся в середине октября. И, конечно, вот это вот активное заявление в сторону Польши, это еще один способ повлиять на исход избирательной кампании. В ответ на подобные провокации правительство Польши рассматривает возможность полного закрытия границы с Белоруссией. Однако, по мнению некоторых военных экспертов, даже этого будет недостаточно. Оптимальный вариант, на мой взгляд, это вырубка леса примерно 100-150 метров от границы с Белоруссией и минирование этой территории противопехотными минами достаточно так, чтобы оно было плотное. Но на такие кардинальные действия правительства Польши вряд ли отважится. Вместо этого оно демонстративно стягивает границы собственных военных, готовится патрулировать периметр страны, земли и воздуха в режиме 24 на 7 и, что самое важное, подгоняет вплотную к Белоруссии своих и Марсы. Министерство обороны Польши приняло решение расположить бригаду Хаймарс в 140 километрах от города Гродно. Но скажу так, что я не сомневаюсь, что у Польши будет боеприпас на 150 километров к Хаймарсу, поэтому город Гродно фактически сегодня может попасть под раздачу, если будут какие-то военные действия или открытие огня в сторону Польши. Все это в комплексе должно отбить у вагнеровцев, да и у самого Лукашенко желание кошмарить не только польскую, но и любую другую границу с территорией Евросоюза. Да и самим пригожинским музыкантам кремлевский план откровенно не по душе. Штурмовать хорошо защищенную границу с афганским трофейным оружием, которое, по данным ряда СМИ, спецбортами привезли в Минск из Таджикистана, приравнивается к самоубийству. Другое дело отправиться в Нигер, куда после военного переворота Пригожина позвали пропутинские мятежники. Так что не исключено, что операции «Прибой» суждено захлебнуться, так и не начавшись. А все рассказы российской пропаганды про военные марши на Варшаву останутся влажными мечтами Путина и Лукашенко. Нас начали напрягать в Адмеровце. Просится на Запад, разрешите нам. Ну, сходим на экскурсию в Варшаву и Жешу.